Привет, Тимур! Ты у нас сегодня прямо как доктор. Чем лечить хлороз? Когда хлороз на лицо, гвозди закапывать бесполезно. Ох уж эти народные методы! Не стоит им доверять. Просто очень важно определить вид хлороза, а не лечить бездумно. Не тот хлороз лечила. Будем спасать фикус. Недавно одна моя знакомая мне написала. Привет, Тимур! Это я. Вот ты, как специалист, который работает с растениями, подскажи, чем лечить хлороз? Так как ни одно средство, которое я пробовал, не помогло моему фикусу. Хлороз вообще лечится? Конечно, лечится. Ну что, будем спасать фикус? Меня, как вы уже знаете, зовут Тимур. Органик Микс на связи. И сегодня мы поговорим о хлорозе. Точнее, о хлорозах. Все покажу, все расскажу. А я надену докторский халат. Ведь мы сегодня будем говорить о болезнях. А вы пока подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. В общем, я решил пригласить хозяйку фикуса к нам в гости. Надежда, привет! Привет, Тимур! Ты у нас сегодня прямо как доктор. Что там с фикусом? Подожди с фикусами. Ты посмотри, какая красота вокруг. Ты здесь каждый день. А я ничего здесь не знаю. Приведешь экскурсию? Ну, пойдем. Пойдем. Надя, как тебе у нас? Понравилось? У вас здесь просто замечательно, как в сказке. Слушай, ну, где все-таки твой фикус? Фикус я с собой не взяла. Он очень большой и тяжелый. Хорошо. Тогда на словах расскажи, что все-таки с ним случилось. Ну, на словах это обычный железный хлороз. А как ты определила, что это именно железный хлороз? Как все у нас в 21 веке определяется? Открыла интернет, посмотрела картинки, сравнила со своим фикусом. И вот все сошлось. И чем же ты его лечила? Ну, как все лечат железный хлороз. Хелла там железо. Бабушка-соседка подсказала даже гвозди туда закопать. Но ты все равно улыбайся. Что же я сделала не так? А сейчас мы разберемся, правильно ли ты или неправильно лечила свой фикус. Но для начала выясним, что же такое хлороз. Хлороз – это заболевание растений, при котором нарушается образование хлорофила в листьях. И снижается активность фотосинтеза. А проявляется он в изменении цвета листьев растений, предупреждающей о нехватке питательных элементов почвы. Вот на моем фикусе сами листья желтые, а жилки зеленые. В точности, как на фото с железным хлорозом. Не спеши делать выводы. Давай разбираться дальше. Чаще всего причиной болезни служит комплексное нарушение условий выращивания. Вкупе с нехваткой микро- и макроэлементов. Вернее, нехватка питательных элементов, вызвана нарушением агротехники. Принято различать несколько видов хлороза, исходя из того, какого элемента не хватает растению. От этого же и зависит лечение. Также выделяют вирусный хлороз, причиной которого является вирусное заболевание. Надя, давай сделаем так. Я буду рассказывать о разных видах хлороза, а ты будешь изображать его на нашем нефикусе искусственном. Ой, как интересно! Тогда вот тебе наш нефикус искусственный. Он, конечно, не такой большой, как твой, но зато на нем можно раскрашивать листья. Тимур, сегодня такая замечательная погода. Пойдем творить на природу? Ну, пойдем. Хотел на природу? Пожалуйста. Кстати, что у тебя было по рисованию в школе? По рисованию в школе у меня была пятерка, но железный хлороз я буду рисовать впервые. Ну, заодно и разберешься, какой вид хлороза у твоего фикуса. То есть ты подозреваешь то, что у меня был не железный хлороз? Подозреваю, что нет, так как если бы это был железный хлороз, то лечение, скорее всего, бы тебе помогло. Но листики на моем фикусе были точь-в-точь, как в картинке в интернете с железным хлорозом. Иногда картинки из интернета недостаточно, чтобы определить вид хлороза. Тогда я внимательно слушаю и готова рисовать. Как я уже говорил, хлорозы выделяют в зависимости от недостающих растений и элементов. А вот как их отличать между собой? При серном хлорозе симптомом является пожелтение верхних молодых листьев с последующим пожелтением всей площади листьев, если нехватка серы затянется надолго. Так, рисую серный хлороз. Желтым же нужно разукрашивать. Надя, ты плохо слушала. При серном хлорозе начинается пожелтение жилок верхних молодых листьев. Что, это так важно? Да, это очень важно. По картинке из интернета иногда недостаточно, чтобы определить хлороз. Нужно понимать, какие листья именно повреждаются хлорозом. Все, поняла. Рисую. Так. Да, вполне похоже. А теперь закрась полностью рядом лист. Да, поняла. Так будет выглядеть лист, если серный хлороз не лечить. Совершенно верно. При явном недостатке серы для борьбы с хлорозом надо использовать удобрения, содержащие большое количество серы. Подойдет любое брендированное удобрение, в котором заявлено высокое содержание серы. Все, серный хлороз готов. Тогда идем дальше. Если пожелтели нижние листья растений, сначала прожилки, а затем и вся площадь листьев нижних ярусов, то причиной является азотный хлороз. Нехватка азота чаще всего встречается у растений, растущих на кислой почве. Ага, то есть я в первый раз чуть было азотный хлороз не нарисовала. Вот-вот. Азотный хлороз надо лечить азотными удобрениями. Если вы для этого решили использовать мочевину, то нужно помнить, что она сильно закисляет почву. А при орошении по листьям может вызвать ожог при несоблюдении требований по приготовлению рабочего раствора. Еще азотные удобрения сильно замедляют рост бутонов и ухудшают формирование завязей. Поэтому не стоит во время цветения увлекаться нитратами. Азотный хлороз тоже готов. Отлично. Следующий вид хлороза – цинковый. Такой возникает уже из-за переизбытка азота в почве. Нижние старые листья желтеют, а жилки остаются ярко-зелеными. А на листьях появляются оранжевые, красные или желтые точки. Очень похож на тот, что на моем фикусе. Только здесь точки, а на моем фикусе точек не было. Такой хлороз нужно лечить орошением растений растворами цинксодержащих препаратов. Вот. Красиво. Но лучше, чтобы такой красоты на ваших растениях не было. Идем дальше. Теперь нарисуем железный хлороз, который, как ты утверждаешь, поразил твой фикус. Я уже поняла, что, наверное, заблуждалась. А вот сейчас и поймем. Железный хлороз – болезнь, причиной которой является сильная нехватка железа в почве. Верхние листья растений белеют или желтеют, а жилки листьев остаются ярко-зелеными. Что и требовалось доказать. Я ошибалась. Почему? Потому что при железном хлорозе начинают желтеть верхние листья, а на моем-то фикусе пожелтели нижние. Вот видишь, чаще всего железным хлорозом болеют растения, растущие на известковых почвах. Железный хлороз принято лечить внекроневой подкормкой препаратами, содержащими железо. Вернее, его доступную форму – хилат железа. А я вот думала, что один из народных методов – гвозди в землю закапывать. Да, встречаются такие рекомендации, однако эффективность этого метода сомнительная. По причине отсроченного эффекта. Когда хлороз налицо, гвозди закапывать бесполезно. Ох уж эти народные методы, не стоит им доверять. Почему же? Бывают очень даже хорошие народные методы, просто очень важно определить вид хлороза, а не лечить бездумно. А какие вы знаете народные методы лечения хлороза? Поделитесь в комментариях. Ну так какой же хлороз поразил мой фикус? Подозреваю, что магниевый. При таком хлорозе нижние старые листья желтеют, а прожилки остаются зелеными. В запущенных случаях листья желтеют целиком. В зависимости от типа растений цвет листа при нехватке магния может изменяться на оранжевый или красный. Ну понятно, почему у меня ничего не получилось. Не тот хлороз лечила. Ну ничего страшного, зато теперь ты знаешь, какой вид хлороза у твоего фикуса. Теперь у тебя все получится. Надеюсь. Да точно справишься. А для борьбы с магнием и хлорозом используй хилат магния. А вот чтобы этот хлороз больше не тревожил твой фикус, то я рекомендую тебе использовать магний для органического земледелия от Organic Mix. Магний – основа зеленого пигмента и ускоритель развития растений. Отвечает за формирование листвы, обмен веществ и построение тканей. Вот тут написано «органический магний». Что это значит? Удобрение в этой пачке отличается природным происхождением и высоким содержанием чистого магния – 26-29% и отсутствием химических примесей. В то время как химический магний производится при помощи соляной кислоты и содержит только 17% магния. А как его применять? Равномерно распределить по поверхности вокруг растения и полить. И какие же дозировки? Вообще дозировка такая. Для цветов и газона – 20 грамм на квадратный метр, для овощных и ягодных культур – тоже 20 грамм на квадратный метр, для хвойных, а также для деревьев – 30 грамм на квадратный метр. Да, вот тут на упаковке все подробно написано. Да, всегда читайте то, что написано на упаковке. Мы стараемся давать исчерпывающую информацию и понятным языком. А еще можете посмотреть на нашем канале видео, посвященное магнию. Спасибо тебе, Тимур, что помог разобраться с проблемой. Думаю, остальным зрителям было тоже очень интересно послушать про все виды хлороза. Да, правильная диагностика хлороза помогает быстро вылечить болезнь подкормкой растений. Если хлороз успешно вылечен, то молодые листья будут нормальной окраски, а старые так и останутся с измененной окраской. Но самой лучшей профилактикой хлороза принято считать правильный уход. Соблюдение агротехники поможет исключить саму возможность заболевания хлорозом. А если причиной хлороза стала инфекция? Вот чтобы инфекция не стала причиной хлороза, необходимо поработать над гигиеной в саду. Дезинфицировать режущий инструмент при попеременной работе с больными и здоровыми растениями. Дезинфицировать почву, уничтожать вредителей. Также дезинфицировать семена и саженцы. А затем по мере роста подкармливать растения комплексными удобрениями, которые содержат только макро- и микроэлементы. Вот нисколько не жалею, что пришла к тебе сегодня в гости на агробиостанцию. Столько нового, полезного и интересного узнала. Я очень рад. Но если вам тоже было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Ну а с вами был Тимур. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»